у нас уже осень облетели листья сыра сера ну что покажу вам теплицу помидоры мы уже давно собрали мы сюда занесли кабачки это у нас поздние кабачки нам их кто-то просто дал семена росточки и мы занесли в теплицу и вот смотрите кабачки у нас вот здесь такие маленькие еще есть смотрите но даже удивительно но пока растут вот смотрите огурчики тоже еще есть они видите уже все пожелтели ну загибаются скажем так но огурцы еще есть поэтому мы их пока не убираем вот видите вот огурчики пока срываем здесь есть лица маленький пока растут мы их оставили они уже такие всякие кривенькие но огурчики пока есть вот здесь у меня жасмин смотрите цветет но он еще маленький поскольку ночью холодно я его занесла сюда так а зачем мы сюда зашли показать вам что убрали мы свеклу свеклу мы все выдернули от оставили несколько штучек на борщ тут еще листья есть немножко тоже может быть хватит пироги делать на один раз вот и большой огурчик тут висит вот свеклу собрали и сейчас я ее буду варить и мариновать листья обрезали уже все сейчас будем мариновать свеклу вот смотрите еще собрала самые большие огурчики но еще маленькие висят это у нас 21 октября сегодня а вот еще один большой вижу ну так вот вот они мои две красавицы это у нас дочкина собачка часы вот она в гостях это моя красотка обе чему я девочка ну вот и все свекла у меня сварено и я ее остудила как видите вся она у меня достаточно мелкая я специально выращивала свеклу для листьев не для корнеплодов вот не для самой свеклы есть конечно и крупная но это вот самая последняя самая мелкая и так я буду ее мариновать сейчас я ее очищу от шкорки и промою разложу в баночке свеклу я мариную так первый раз заливаю горячей водой второй раз заливаю рассолом из специй я кладу только укроп лавровый лист чеснок и душистый перец еще кладу острый перец все остальное на ваше усмотрение я не кладу ни гвоздику никакие другие никакую другую зелень но вы кладите то что вы любите свеклу я буду чистить положу в дуршлаг а потом промою ну все приступим забыла вам сказать что я мариную все с уксусной эссенцией но я вам это уже много раз говорила так что вы наверно уже это знаете смотрите как хорошо снимается корочка шкурка грубые места срезаем побитые места срезаем все остальное вот так просто видите счищается вот смотрите в итоге у меня всего лишь вот столько свеклы думала что трех баночек будет мало а скорее всего будет даже много ну и как я вам сказала сейчас буду раскладывать баночки специи так чеснок и перчик острый все помыто и порезано вот такой смешанный перец у меня кладите любой какой любите укроп и лавровый лист вот и все начинаем и 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 раскладываю я свеклу в каждую баночку примерно одного и того же размера ну вот такой вот прям крупный наверно все-таки порежу пополам чтобы она промариновалась ну как бы равномерно и вот так крышечкой прижмется и будет все нормально вот и все ну вот кружка у меня литровая здесь осталось 200 миллилитров рассол буду готовить из расчета 1 полная столовая ложка соли 2 полные столовые ложки сахара на литр воды я мариную с уксусной эссенцией можете добавить уксус если вам это привычный и добавляю чайную ложку на литровую банку теперь заливаю кипящим рассолом доливание до конца я посмотрю крышки я кипячу так когда придавлю то рассола будет как раз по горлышко плотно закрываем видите рассола прям по горлышко проверяем не течет ли вот и все так течет не течет так вот эту крошечку тоже плотно закрываю тоже рассола получилось по горлышко вот эти банки я не переворачиваю потому что они текут когда вот рассола стынет то то тогда банка закроется герметически и не будет протекать поэтому эту баночку накрываю вот так а эту переверну ну вот на сегодня все готово яблочное поведло и маринованная свекла всем удачи и приятного аппетита